Аналогичная беседа с вами. Она не имела ни законного, ни юридического, ни морального права ехать в Москву и вмешиваться в газовые переговоры. Кроме того, имея долг перед Россией почти в полмиллиарда долларов, она не имела права об этом умолчать и скрыть это от украинского народа и украинской власти, от украинского президента. А потом, сложно ведь, имея долги и будучи обязанной, отстаивать интересы украинского народа так, как это положено. Но повторюсь, даже не в этом причина, а в том, что она не имела на это никакого права. Ей такое право не дано ни законами, ни правилами морали. А вы мне отвечаете, все говорят, все о том, что это комиссия или что-то было. Была командировка, да. Мы установили пластиковую карточку банковскую, с которой Тимошенко потратила за год около миллиона долларов на приобретение украшений, мехов, автомобилей, оплаты ресторанов, гостиниц и прочее. Повторюсь, ни копейки, не уплатив в виде налогов. Это не детали, нет. Западному человеку нужно рассказать суть приговора. Вот так, как мы в ситуации с Тимошенко. Никто не знал дела, никто не знал суть приговора, никто не знал. У нас есть достоверное сведение о том, что с этих же счетов, с которых Тимошенко покупала себе драгоценности и дорогостоящую технику, с этих же счетов были проплачены суммы на счета киллеров, за убийства депутата украинского парламента и членов его семьи. Носить одежды прокурорские. Давайте поговорим о политической составляющей. Чиновниками, западными, дипломатами, с которыми я заговаривала, с аналитиками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Согласитесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что за бред Сила Кобылы? Она премьер-министр была страны. Она провела политические переговоры. Она... He have the voyages all over the Europe saying all that rumors and no case is open. So that's the question. If he have the proofs why he didn't open the case. And I know for sure that he have no such proofs and he couldn't have such proofs because that's just a false statement. Значит, а чем? Ну хорошо, но нет. А кем? А можно понять? Нет, так подождите. Так вопрос простой. Дубина подписывал контракт. Если Дубина считала этот контракт...